Гарри Харитонович, безусловно, я благодарю за то, что вы сегодня здесь у нас. Ну, давайте все-таки сначала начну с того, что в последнее время мы вас потеряли, очень редко вас видим, да, значит, где вы находитесь, чем вы заняты, правда ли, что вы работаете в Москве, если так, то почему вы сейчас в Сухуме? Я на самом деле давно не общался с вами, мне очень приятно общаться. В очередной раз. Да, на самом деле я нахожусь в Москве, работаю в серьезной компании, в серьезной государственной компании, которая называется Россети. Вот, сейчас вот уже второй месяц я нахожусь здесь, в отпуске. Ну, в скором времени будет еще одна интересная работа, ждем этой работы. Я не хочу сейчас говорить, какая-то работа. То есть, в свои годы неутомимые, все-таки хочется как-то работать и работать. То есть, вы не ушли на пенсию, на покой уж точно не ушли? Нет, нет, абсолютно верно. Ну, так или иначе, где бы вы ни находились, безусловно, вы знаете, что происходит дома на родине, и вы всегда были активным участником всех политически важных событий. Вот, на ближайшее время, на 30 мая планируется митинг. Вот, мы слышим разговоры о том, что мы не имеем на это право, то есть народ, который возмущен тем или иным, не суть важно, сколько этого возмущенного народа соберется, 50, 100 или 1000 человек. Вот, ваши отношения, имеем ли мы на это право? Ну, безусловно, конечно, имеете право на митинги, народ, любой народ, есть закон об общественных организациях, об партиях, общественных организациях. Там четко сказано, что имеют право выразить свое отношение к происходящему. Собственно говоря, если таких митингов не будет, таких вот встреч, круглых столов, если не будет в оппозиции, то власть совершенно по-другому будет работать. Мы знаем, мы проходили через это все. Поэтому обязательно нужно услышать мнение не только сторонников своих, а мнение тех людей, которые считают, что это, что происходит, некоторые вещи неправильные, а может, правильные. Как раз нужно именно там, в таких вот, когда собирают народ, то высказать свое мнение, свое видение о будущем. Ведь, в принципе, мы же за это и воевали. Мы обязаны об этом говорить вслух, что мы думаем. И многие сегодня люди, многие люди, с кем я разговариваю, как раз и говорят, где вы, ветераны, почему вы свое слово не говорите. Нам очень важно вас услышать. Поэтому это очень важно. Вот, кстати, вот пользуясь моментом, я хочу вот вернуться к тому моменту, когда два года тому назад мы проводили круглый стол, вернее, пресс-конференцию, Виталик Тарнамов участвовал тогда, еще два человека, вот Георг там еще по арену день. Я тогда говорил, что ветеранов нельзя было вообще в партию уходить. Ветеранам. И никогда ветеранская организация не должна состоять из нескольких организаций. Она должна быть единой, чтобы свое мнение выразить всегда. Мы на это имеем право. Поэтому многие нам не простят то, что, допустим, что-то, если произойдет плохое у нас в Абхазии, многие молодое поколение нам не простят этого. Мы должны, как всегда, говорить правду. Все, что происходит. Вот в этом плане я считаю, что на митинг, собственно говоря, я как слышу, по крайней мере, да, не обязательно, что именно оппозиционные настроенные люди или сторонние, там это чисто такие вопросы хотят поставить. Это вот как раз, я считаю, что ближе к народному сходу, даже не к митингу, а к народному сходу. Это очень важный момент. Потому что здесь, если посмотреть, вот какие вопросы хотят сейчас ставить, да, от этого зависит наша судьба, дальнейшая судьба нашего государства. Мы не можем себе позволить, как в Гагра, как получилось в Адлере, в Сочи, чтобы полностью замусорили сегодня нашу Абхазию. Этого нельзя допускать. К нам сюда люди едут из-за того, что мы много чего осталось прежнее, природа дикая. Можно красиво все это делать, но с опаской. Нельзя перебарщивать. Поэтому градостроительство, законы, кадастры, вот эти все вопросы пока не решим. Ни в коем случае нельзя нам решать те вопросы, которые сегодня хотят решить и в парламенте тоже. Я думаю, что это неправильно. Надо подойти. Очень дифференцированный подход должен быть в любом случае, по любому вопросу. Ну, пользуясь тем, что вы сегодня здесь, не могу не спросить. У вас очень большой, богатый опыт. Вы были много лет руководителем ветеранской организации, которая стала позже политической партией. Вы в то же время и очень долго оппозиционную деятельность вели. И в вашей истории есть момент, когда лидер оппозиции впоследствии стал президентом Республики Абхазия, возглавил государство. И вы в очень тесном таком контакте с ним работали. Гарри Харитонович, ну, какой этот был контакт? Вот когда все-таки ставились или возникали какие-то вопросы, которые могли нанести какой-либо ущерб или вот хотя бы намек на ущерб устоям государства, самого государства? Слышал ли вас глава государства? Я просто хочу сказать следующее. В тесном контакте я работал с богатщиком Сергеем Васильевичем. В тесном контакте я работал с англопом Александром Галтиньевичем. В тесном контакте я не работал с Бжанией, к сожалению. Потому что уже другие моменты пошли. Вот я уже почти уже не был руководителем. В руководстве был, но я руководителем уже не был. Поэтому тесных контактов особых у нас не было. Ну, естественно, встречались, решали вопросы, там, полицоветы и так далее. Но такого контакта у меня не было. Это первое. Второе. Мне, как руководителю, легко было работать с Сергеем Васильевичем и с англопом тоже. Почему? Потому что те вопросы, которые возникали, вот такие вопросы, как сейчас возникают, мы были услышаны всегда. То есть с нашим мнением всегда считались. То есть мы часто даже больше говорили, чем оппозиция говорила тогда им. Ну, это такой разговор, обычно или в кабинетах, или на полицовете, но очень серьезные разговоры всегда были. Поэтому мы всегда услышаны были. Это нас радовало. Поэтому я и занимался этим делом. Но когда ты говоришь, что тебя не слышат или не хотят слышать, тогда, конечно, смысл какой там находиться или оставаться. Это уже не то. Если для этого и партии создаются, чтобы мнение вырабатывать, какое-то мнение, услышать людей, партийных людей, которые к тебе ходят, которые ежедневно ты принимаешь их. И они говорят, вот это плохо, вот это лучше надо сделать. И с таким багажом, с таким опытом мы подходили и говорили, вот это вот там, вот так делается. Более того, бесследно, та работа, которая была в парламенте, в которой я работал 10 лет, и с такими серьезными людьми я работал, мне посчастливилось. Это очень серьезные люди были. Тот же Узган, Константин Константинович, Цогу Вячеслав Михайлович, Лев Нубеевич, Шамба, Макзар Нурыч, Вова Начач. Ну, вы представьте себе, да? Мне лично повезло в этом очень. Я, конечно, заработал огромный багаж, займел, работаясь с этими людьми. Я еще и многих других не назвал, безусловно, да? У нас очень опытные люди были. У нас молодые были 2-3 человека, но они тоже росли, росли. Но когда приходят в парламент, все говорят, вот молодым дорогу. Я согласен, обязательно, но они должны показать свою работу, чтобы попасть или в парламент, или там в министерские посты. Это очень важно. Тебе должен кто-то подготовить, чтобы стать руководителем, допустим, какого-то ведомства, министерства или парламента. Поэтому надо сейчас, даже я бы обратился в парламент, потому что очень много вопросов мы в парламенте решали. Когда вот такие вот, да, в 2004 году такое же было, да, противостояние с народом когда было, мы глушили в парламенте. Очень много вопросов мы глушили именно в парламенте. Дали, выговариваются, многим давали, все. Ну, мы там глушили. Снималось острие. Снималось, да. Вся вот это вот, все, что нагнеталось, вот это все тихо-тихо мы спускали на правильные рельсы, как говорится, мы их делали. Это очень важный орган, и недооценить его нельзя. И поэтому сегодня я бы обратился бы к тем молодым, там, не столько опытные ребята. Ну, надо все-таки вот те вопросы, которые сегодня ставят и оппозиции, в частности, да, нужно быть очень услышанными. Это от них зависит сегодня наше будущее. От того парламента, который сегодня у нас есть. Все приходящее и уходящее. И президенты приходят и уходят. И в парламенте приходят и уходят. Но решения, которые будут приняты, это очень важные решения. Они-то останутся. Поэтому здесь я бы, конечно, учитывая, что какой-то определенный опыт у меня есть, нужно, конечно, не торопиться и сделать правильный вывод.